Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать всех, кто собрался здесь, в офисе Планеты.ру, кто собрался дома у экрана своих мониторов за планшетами. Это сессия вопросов-ответов группы «Катарсис», которая посвящена новому большому симфоническому проекту. Данное мероприятие посвящено, приручено к 20-летию группы, и мы говорим о концерте с симфоническим оркестром, который пройдет 5 ноября в клубе БАД-Арена. Это новое название клуба «Арена Москва Рейджаст Арена». Не пугайтесь, это известное всем место, известный клуб. То, что мы собрались сегодня в офисе Планеты.ру, в этом нет ничего удивительного, потому что здесь за прошедшие два года мы с вами, группа «Катарсис» и вы, слушатели группы, успешно реализовали уже два проекта. Это альбом «Индиго» и коллекция «Онтология», которая здесь у нас представлена. Напомню, что серебряные издания «Онтологии» и виниловые пластинки доступны для заказа на сайте Планеты.ру, в магазине Планеты.ру, поэтому если кто-то что-то вдруг упустил, еще не поздно наверстать. И символично, что симфонический проект также реализуется на Планеты.ру. Хочу только в очередной раз благодарить всех работников, сотрудников компании, платформы за содействие, гостеприимство и всестороннюю помощь. О сегодняшнем вечере. По регламенту, если у вас есть вопрос, вы задаете его из зала, я его озвучу, чтобы этот вопрос услышали и те, кто смотрит интернет-трансляцию. Все, кто смотрит нас онлайн, не смог приехать сюда по причине занятости или просто смотрит нас из другого города страны, вы можете задавать свои вопросы через форму, которая находится на странице трансляции, а также в сообществе «Катарсис ВКонтакте». Собственно, наверное, все. Давайте позовем музыкантов. Продолжение следует... Друзья, первый вопрос, он такой вступительный, обобщенный. Расскажите немного о том, что планируется, что у нас ждет 5 ноября и вообще как появилась идея вот этого симфонического проекта. Ну, я, наверное, скажу так, да? Я же скажу, правильно? Во-первых, всем привет, на самом деле. И начать хочется с того, что, ну, просто большое спасибо за то, что мы с вами сделали. Вот он же здесь лежит, мы с гордостью разложили. Такой класс, мы до сих пор сами это обалдеем. Ребят, вот так вот. Ну и сразу, раз уж так дело у нас пошло с вопроса, ну да, 5 ноября мы хотим отпраздновать юбилей 20-летия, ну, наверное, в максимально возможном виде для нас, и, наверное, не только для нас думали долго, думали несколько лет, как это сделать, решили замахнуться на концерт с оркестром симфоническим. По ощущениям, наверное, должно получиться очень круто. Наверное. Мыслей много, сейчас будем учиться, экстренно работать с оркестрами, но есть ощущение, что это будет действительно что-то нерядовое. Прямо вот хочется сделать именно так, и никак иначе. Не просто концерт, не просто какой-то там даже куча специальных гостей, именно вот в таком формате. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое за вашу помощь. Спасибо. Вопрос. Мы с одним из первых вопросов, пока начнем с финалом. Скажите, пожалуйста, почему убрана именно БАТа ООНа, а почему есть какие-то политические ответы на экономические предыдущики, и в том, что вы должны быть виноваты в вашей семье? Почему был выбран клуб БАТ-Арена для того, чтобы провести этот концерт? С каким симфоническим оркестром вы будете работать, и кто будет работать над аранжировками? Я так подозреваю, что БАТ-Арена была выбрана методом тестирования, потому что уже была протестирована нами она, и, собственно говоря, концертным агентством JSC Sound. Многие группы там выступали. Мы сами ее уже еще год назад рассматривали, присматривались к ней. По составу оркестра мы пришли к выводу, что она нормально будет, оптимально для нас. Вот, второй, Леша, второй был там по... А, симфонический оркестр, мы уже имеем право говорить или нет еще? Ну, 90%, наверное, да? Да, 90% это глобалис. Вот, еще пока не совсем мы определились с дирижером, что будет у нас. И... Аранжировки, я вот не знаю, что за имеется, да? Черевные фигнии, я не думаю, что он что-то особенно расскажет вам. Это наш просто давнишний друг. А, группа же ИВАЗ, да? Да, ИВАЗ. Да, группа ИВАЗ, да. Вот, он с ним должен работать. Он нам уже сделал несколько композиций, мы их прослушали и отослали в Швецию на прослушивание дирижера, основному, кто будет непосредственно проверить все дело. Так что... Да, вот раз уже затронули уже тему дирижера, как бы, дирижера, оркестровщика, как бы, и нас здесь начали называть имена. Да, просто как получилось? Изначально, естественно, потому что, опять же, мы же первый раз, в общем-то, работаем с оркестром, мы подумали, что, наверное, надо привлекать какого-то очень крутого, очень большое имя, чтобы это все было прям, наверное, по максимуму. Ну, и начали собирать информацию, соответственно, начали собирать, там, опять-таки, ну, цены тоже большое значение имеют. Начали сравнивать. И, опять-таки, параллельно начали общаться с людьми, которые много-много-много лет работают с оркестрами. И нам, как минимум, несколько очень уважаемых людей, вот прям очень уважаемых людей, сказали простую вещь. Говорят, ребята, вы можете заплатить большие деньги, пригласить, там, нанять какого-то очень именитого оркестровщика, но совершенно не обязательно, что в результате у вас получится что-то невероятное. Вы просто заплатите за имя. И, говорит, наш вам совет. Поищите, говорит, просто человека, который не менее профессионален, просто он может быть малоизвестен именно в таком формате. Но у него, говорит, будут гореть глаза, и за счет этого у вас может получиться что-то намного более интересное, чем нежели это будет делать большой человек. Мы попробовали с Женей. Женя действительно имеет профессиональное образование во всей этой области и стоит действительно очень большой специалист. И он, как бы, хорошо к нам относится, говорю, Женя, давай попробуем, давай. И он сделал нам две песни. Ну, так вот, на пробу мы послушали, и у нас, в общем-то, вопросов не осталось. Мы отправили этот материал там, как бы, еще некоторым людям, которые будут задействованы в этом проекте, они послушали, скажем, что... Сам говорит, ребята, работайте с ним. У вас получится интереснее и нестандартнее, потому что уже сейчас слышно, что песни не будут просто как бы подыграны, как-то поддержаны оркестром, они будут звучать несколько иначе. То есть он подходит к вопросу креативно, потому что его самого еще по-хорошему от этого прет. А когда человек уже просто работает на потоке, пусть он 10 тысяч раз крутой, ну, может быть, теряется тот самый драйв, вот эта вот изюминка, которая должна быть обязательно. Опыт такого рода работает, что... Опыт работает то, что 10 тысяч раз крутой уже был с диском нашим. Да, мы уже споткнулись один раз на фермачах, которые делали нам запись по шаблону. Денег вроде бы заплатили много, а выхлоп был не совсем такой, который мы ожидали. Так что лучше поработать с новым человеком, который имеет к этому отношение, но мало известен в нашей стране, и мало кто с ним общался. Добрый день. У меня вопрос такой, немножко скепсиса внести в этот замечательный вообще-то идею. Я, насколько помню, группа Катарсис, ну, если не считать металл-митинг, собирала самый большой клуб, это был Милка на 15-летие. Нет ли опасения, что полная арена не наберется, и есть ли какой-то план, как его набрать? Спасибо. Нет, ты все очень правильно сказал, спасибо за вопрос. Конечно, скепсис есть. Скепсис есть вообще, когда делаешь что бы то ни было. Когда мы замахивались на вот эту замечательную коробочку, был знаешь какой скепсис? Мы думали, не получится, не соберем, не вытянем, не сдюжим. Но вот она стоит, это лучше всяких слов, как бы и ответов подтверждает, что нет ничего невозможного. Арену мы постараемся сделать так, чтобы ее собрать. Ну, вот у нас, конечно, есть какие-то определенные механизмы у наших специалистов, но самый важный, опять же, момент, здесь появление симфонического оркестра. Нам кажется, что это будет точно не рядовой концерт, и повторение такое вообще возможно или нет, неизвестно. То есть это будет какое-то событийное мероприятие, и в данном случае мы будем работать по максимуму. Соберется арена, прекрасно, если она даже там не до конца соберется, но, наверное, мы не сильно расстроимся. Там будут те, кто действительно это хочет увидеть. Но мероприятие будет интересное, и поэтому, наверное, все-таки надо брать арену. Так что вот так. Просто уже было нечто похожее, когда собирали ту же горбушку. Мы же перед горбушкой, в общем-то, играли тоже в эр-клубе и в каких-то небольших клубах, а потом вдруг резко замахнулись на горбушку, и все же получилось, все удалось, так что верим, что и сейчас все получится. Да. Плюс, опять же, не стоит забывать, вот по практике заметно, что когда концерт заявляется в каком-то большом, интересном, хорошем зале, как в той же самой арене, туда люди идут более охотно. Их можно понять. Комфорт, удобство, звук, свет. Это совершенно другого уровня мероприятие. А клубы, которые идут на такую среднячковую, местечковую, ну, туда особый народ тоже не хочет ходить, потому что, ну, просто поднадоел. Поэтому тут тоже, опять же, клуб, он может сам за счет себя притянуть как бы дополнительную аудиторию. Вот так. Вопрос из интернета. Люди очень интересуются версиями, видео-версиями концерта, в частности, Blu-ray-версии. Собственно, вопрос, расскажите о виде-версиях, которые в принципе будут, и что-то о Blu-ray, и о реализации, как это будет реализовано в акциях, чем они будут друг от друга отличаться, что эксклюзивного в них будет. Ну, собственно, как бы мы вот, да, вчера уже вечером запустили проект, старт его произошел, там большинство акций уже, наверное, существует, там прорисованы сразу физические носители, которые мы себе видим. Это DVD у нас идет, носитель, это идет Blu-ray, который многие всегда хотели и хотят, и спрашивают, хотя нам почему-то казалось, что вообще он не особо востребован у народа, а как выяснилось, хотят. Поэтому Blu-ray там тоже добавлен. Что там еще, Рёжа, было там именно по видеоформату? HD-версия, но это как бы уже электронно. Да, то есть получается, что в формате именно видео будет три штуки у нас, как бы HD-версия, то есть это Full HD, как бы файл видео, который можно будет, ну, подожди, он на флешке точно так же будет представлен, который можно будет закачать на компьютере и, соответственно, посмотреть там в максимальном каком-то варианте, да. DVD, причем это будет DVD-9, не DVD-5, как некоторые коллективы у нас почему-то запускают в продажу, это неправильно. Это DVD-9, максимальное качество для DVD. Ну, конечно, там картинка будет несколько поужатее, чем на Blu-ray. Ну, и Blu-ray это максимальный формат, какой только, наверное, возможно для таких вещей. Вот он тоже будет. Чем они будут отличаться, именно, наверное, акционные издания от обычных? Ну, просто сейчас вот у нас, да, грубо говоря, окончание проекта будет продолжаться там еще приличное количество времени, еще много раз что-то поменяется. Мы сейчас себе только в первом приближении представляем, как это все будет выглядеть, но, конечно, представляем. Естественно, все, что как бы будет появляться на планете, оно будет отличаться от того, что потом появится просто в продаже. И те же Blu-ray, и те же DVD, наверняка, наверняка будут как бы дополнены какими-то, может быть, слепкейсами, какими-то там специальными штуками, может быть, какими-то бонусоматериалами, сейчас сложно говорить, но они обязательно будут отличаться. То есть, однозначно, все, что будет на планете, оно останется на планете, как вот в фильме «Бойцовский клуб». Вот как-то вот так вот, наверное. Вопрос на эту же тему немножко расширить. В акциях у вас написано, да, то, что есть DVD-диск, и есть там, как бы, с персональной благодарностью, то же самое с Blu-ray, то же самое с CD. Скажите, пожалуйста, вот в бокс-варианте будут с персональными благодарностями, или это могут получить те, кто только купит по отдельности, CD, DVD или CD-диски? Вот это, кстати, очень здорово, ты сейчас подметил, вот мы на этот момент внимания-то не обратили, не акцентировали. Да, вот для этого мы с собой, вот это очень классно, потому что вот мы об этом, ну, пока еще, пока мере не подумали. Действительно, как бы, вот люди, наверное, купившие бокс, автоматически должны получать эту самую, как бы, персональную благодарность, без разделения «хочу-не хочу» и «си». Они обязательно должны, мы это добавим вот прямо сегодня или завтра точно. Очень хорошо, что заметил, мы что-то вот… Жарко просто на улице. Жарко, да, вот. Волосы дыбом встают. Еще по этой теме, там у вас написано, что в боксе будет пластинка, DVD, Blu-ray и диск. А нельзя ли сделать какую-нибудь коробочку, чтобы там были, например, был Blu-ray и диски, например, или Blu-ray DVD, то есть DVD и диски, ну, чтобы поменьше коробочка была, ну, просто очень многим пластинки не нужны, например. Да, нет, на самом деле, на 90% уверенности, наверное, скажем, что других вариантов боксового издания не будет. Почему? Вот эти вот все вот штучки, вот такие вот, да, это вообще, конечно, штука, ну, прямо скажем, недешевая в изготовлении. И даже вот тот бокс, который мы сейчас запустили, вот он там уже как бы пойдет с пластинками, со всеми остальными, он съест огромную часть бюджета. Если добавлять еще что-то, ну, во-первых, некая эксклюзивность потеряется, потому что бокс представляет собой максимум всего, что было. Там есть все, вот все и даже больше, чем оно может быть. То есть это максимально коллекционное издание. А делать какие-то дополнительные такие недополненные, недополненные боксы, наверное, это не совсем правильно. Просто если кто-то как-то выборочно относится к каким-то вот изданиям, ну, просто, наверное, тогда по отдельности можно взять такое, такое и вот, собственно, этим ограничиться. А тот, кто вот настоящий коллекционер, как, например, я, сумасшедший коллекционер, я, конечно, куплю себе максимальный. Даже если, может быть, мне не нужна эта пластинка, я буду гордиться, что она у меня есть. Вот у нее нет, а у меня есть. Понимаешь? Вот как-то так. Вопрос ко всем музыкантам. Поскольку мы сейчас говорим о концерте с симфоническим оркестром, у других групп, которые уже делали подобные проекты, какие, может быть, есть любимые, которые понравились, смотрели, и стоит ли сравнивать это как-то с тем, что вам нравится, то, что будет, то, что у вас в мыслях как-то, может, вы сравниваете. Каждому музыканту, если мы попросим ответить, я не ответил. Было бы здорово. Ну, сейчас очередь дойдет. Ну, эта область только вот развивается, что касается вот с оркестром. Вот мы смотрим, что-то у определенных команд получается, ну, мне как бы, что-то не совсем так, ну, наверное, то, что здесь просто не так много наработок, требуется, ну, длительный опыт. Естественно, мы тоже это все сейчас смотрим, раз уже замахнулись на такой проект. Смотрим в плане того, чтобы, ну, как бы, перенять опыт уже тех, кто прошел этот путь, потому что у нас этого еще опыта нет, и мы вот идем путем, путем проб. Леш, я так понимаю, на планете мы видели оркестром, или вообще в жизни? Да, это же полно всего. Я с самого детства еще помню, вот мы сейчас самый-самый для меня был как... Панкинг-проект, Леш, или вообще симпоничный? А, именно с Армургейст, наверное. Да, да. Я-то вообще с самого маленького возраста я еще в Большой театр ходил, вот сейчас мимо проезжали его, вот, ходил в Большой театр, и я помню, для меня была вообще феерия такая, когда, знаешь, тишина, вот этот скрип сидушек там, и вдруг откуда-то музыка, непонятно, никого нет уже, они же там все в яме сидят, вот, и для меня было это вообще феерия. Я когда вот Игорь мне сказал, что мы собираемся на 20 лет сделать с оркестром, я просто был обеими руками за, но посмотрел я очень много, конечно, концертов с оркестром, то есть смысл перечислять сейчас какие-то группы, какие-то группы, да, перечислять не имеет смысла, так что, а я Игорьку, да, передаю, или Толя хочет, рвется, вот. Я так понимаю, вопрос, какие понравились, да, проекты с симфоническим, мне нравятся все проекты, которые, ну, группы делают, но они чем отличаются, не отличаются скорее друг от друга, что, как правило, это концерты на, и песни старые, которые были записаны без симфонического оркестра, ну, и просто добавлено. Мне нравятся проекты, которые, вот, по-моему, рейдж был, я не помню, альбом, как называется, по-моему, 13, или что-то, вот, к сожалению, не помню, я помню, что у них именно альбом был записан с симфоническим оркестром, то есть, это не переделка старых песен, а это именно с симфоническим, и сейчас многие группы, там, Диму Боргер, Найтвиш, кофе, штырит, Диму Боргер, Найтвиш, они сейчас, вот, как раз скорее, вот эта тема, то есть, они уже сейчас все, как симфоническое, и вот мне такое очень нравится. сейчас, сейчас расскажешь, что же, я просто еще хочу сказать по этому поводу, сейчас многие делают концерты с оркестром, но есть такой вот момент, может быть, не очень хороший, что, ну, во многом начинают повторяться, то есть, просто выходит группа, просто с ней играет оркестр, и получается такой классический симбиоз, рок-юзык и оркестр, вот, честно говоря, нам очень хочется от этого варианта уйти, в том числе, как бы, по съемке, и по тому, что будет на картинке, и так далее, то есть, мы не хотим сделать вариант, когда это просто вот оркестр, и мы, хочется что-то вот придумать, и когда вот происходят какие-то такие несовместимые вещи, какой-то же металлики, когда она с СНД вышла, это было, ломало сознание, что такая музыка и оркестр, вот это здорово, это круто, надо как-то, потому что пошло немножко уже штамповка, вот, проекты, которые совмещают несовместимые, наверное, так. Если отмечать, что это конкретно, это в первую очередь, естественно, конечно же, металлика, Дора мне тоже понравилась, в общем-то. Твои любимые команды, да, не перечислены. Ты же самая. Ну, в общем, тоже я как бы вот заметаллик, действительно, это в свое время сломало просто сознание, потому что это действительно было новое, потом как-то уже пошли какие-то действительно штамповки, вот, мы, как Джеб правильно сказал, постараемся из этих храмов каким-то образом вырваться, чтобы это было действительно интересно, да. Ну, попробуем. Хотел бы задать вам два таких небольших вопросика. Первое, есть ли у вас какие-то планы по количеству исполненных песен, которые будут на данном концерте, то есть, либо их будет чуть больше, либо чем меньше, соответственно, чем вы исполняете, ну, на стандартном своем концерте. И второй небольшой вопрос, но это, конечно, если не секрет, какие вы уже две песни свели и послушали. Спасибо. Да, по плану уже все, мы уже расписали программу, потому время все меньше и меньше остается. Сразу скажу, что программа будет два плюс-минус десять-пятнадцать минут, соответственно, два часа, да. Вот. Будет состоять она из двух сетов, сначала один, там где-то десяти минут на перерыв, но не перерыв музыкальный, а именно то, что нам надо будет пойти переодеться, и в новых костюмах уже выйти, потому что мы выйдем сначала, сначала выйдем, а потом вот, то есть, соответственно, два, пятнадцать, ну, как практика, по каждой, где два часа, там и два двадцать всегда вот у нас. Я помню, мы выступали с двумя сетовыми программами, как бы, и она завалила за два двадцать глубоко. Вот, да, песня «Крылья» точно будет. Вопрос был, какой уже нам показали на какую песню. А, на какую орке... Орке... Ну, не свиньи, да, а... Да, кто ты и... Какая-то и баллады, да, еще? Баллад земли. Да, то есть, они уже давно написаны, сейчас, почему мы так морщимся, а то, что мы уже просто давно, они нам уже прислали, и мы в сфере того, что мы меняли, меняли, меняли программу после этого, какие баллады вставлять, какие не вставлять, потому что каких много, немало там, вот, мы уже забыли, какую именно балладу мы вставили туда, то есть, баллад земли и икры, кто ты, уже сделали. То есть, мы их отослали в Швецию уже, то есть, послушать. Вопрос, как сбор в рамках актуального проекта повлияет на реализацию самого проекта, потому что сумма заявлена достаточно большая. Сбор повлияет, ну, если не прям глобально, то, конечно, очень сильно. Даже просто, как пример, скажу, вот сейчас мы, опять же, как бы повторяюсь, потому что хочется сделать что-то прям вот необычно, и даже в плане съемки в том числе, чтобы это было вот прям, ну, не так, вот не просто, что вот концерты, вот и все. Мы наняли, как бы сейчас, скажем так, ну, не наняли, а ведем активные переговоры с ребятами, которые снимают огромное количество самых разнообразных концертов. Это видео, вот такая команда сейчас совершенно сумасшедшая, они сейчас делали там концерт, ездили тур, бродиджи, они снимали. Я, по-своему, терял, чуть с ума вообще не сошел от того, как они это делают. Вот мы хотим совместить этот вот их рок-н-ролльный угар, вот эту вот мощь и классику, тогда, наверное, это будет интересно. Так вот, я к чему говорю? Они нам сразу дали, грубо говоря, там пять вариантов, типа, ребята, мы можем снять это вот так, мы можем снять это, добавить вот это, вот это там, кран там, что-то еще вот так, мы можем добавить там квадрокоптер, сделать это вот так, и мы можем там пригласить слона с камерой на хоботе, и сделать, ну, то есть, как бы, но это будет стоить дороже, 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 дороже и дороже. Конечно, мы там сумасшедше со всем деньгами просаться не будем, если у нас их не будет, но если у нас будет такая возможность и будет собираться сумма, да, сумма большая, мы ее ни разу не пожалеем и реально позовем слона. То есть, будем делать по максимуму. То же самое будет касаться изданий, всего-всего остального. Чем больше бюджет, тем больше возможностей. Когда ты в них не ограничен, конечно, мы все средства пускаем в это, ну, и вот просто делаются какие-то вот такие, наверное, вещь тут такой вот ответ на сам себе напрашивается что я могу сказать что вот вот эта коробка который сделал вот этот бокс не похож у нас стране вообще ни на что я хочу поблагодарить человека который это все делал вот я сам видел очень много антологий и вот это вот наша антология мне так кажется на мой взгляд вот что любой диск какой берешь вот не похоже ни на что вообще и слава игорю что человек вот этим вот занялся и сделал такой проект и к ответу ближе это все зависело от вложений акционеров вот чем больше было вложение акционеров тему естественно стало круче и лучше то есть человеку который вкладывал пускай там вложил там 100 рублей 250 ему не стыдно взять вот этот диск взять и показать товарищем сказать вот посмотри как катарсис грамотно сделай все как красиво открываешь эту прям душа радуется то что здесь надел я когда увидел дня я просто был в шоке я думаю нифига как у нас научились нашей стране товарищи так что чем больше акционеров конечно будет чем ближе к заветной 7 7 цифровой сумме мы придем тем будет лучше естественно здравствуйте у меня два вопросика во первых по видео определились если уже какое будет соотношение сторон видео но на блюрей по крайней мере четыре к трем уже точно не хочется и второй вопрос по боксам ну тут такая проблема что очевидно что бокс появится на этом самом конце из акции сначала будут аудиозаписи бокса в конце извинила и вот боксов пока по описанию не подразумевает никаких цифровых версий то есть те кто покупает бокса фактически услышит если не будут покупать отдельный цифровой версии последним то есть может быть будет изменение в этом плане спасибо да но логичный как бы что действительно бокс будет как бы уже как бы в самом наверно каком-то конце потому что это самое как бы такая время емкая работа будет над ним он планируется сделать как бы в этот раз мы будем делать его из кожи вот это будет такая вообще коробка ну прям сумасшедшие с каким но это занимает действительно много времени то есть это чтобы сделать вот допустим эта штучка но это реально фактически хэдмэй то есть каждую штуку люди фактически делали руками то есть вот эти все вот эти какие-то вот вещи которые вы наблюдаете это все ручная это много времени поэтому да он будет в конце когда точно сказать сложно ну вот это вот это мы потому что это стоит того соотношение сторон к 16 на 9 понимаю намек ну тут уж чё ну косанули когда-то где-то до того такого больше не будет извиняемся 16 на 9 естественно вот насчет сейчас правильно хороший вопрос задал действительно просто фирмачи как делать вот ты покупаешь какое-то коллекционное здание я просто сейчас рассуждаю думаю а в нем лежит квиточек там такой талончик да с уникальной какой-то ссылкой каким-то уникальным кодом на цифровую копию той самой штуки которую как бы вот ты приобрел может быть действительно нам об этом задуматься вот я не знаю мы потом еще с лёши поговорим опять же прикинь хорошая мысль почему нет почему действительно плодать любокс и не добавить какую-то вот электронную что-то как бы да вот обязательно подумаю правда надо вот это все не забыть лишь фиксировать и ну почему нет потому что фирмачи так делают мы об этом пока не думали грамотно как бы грамотный вопрос пошла про косяки можно надеяться что группа в этот раз постигнув все цифровые азы цифровых форматов все mp3 lossless и т.д. и т.п. пришлет в нужном битрейте и в нужном виде ну да конечно у нас цифрой то не у всех дружба налажена чего же говорить вот больше надо слушать винил и привыкать к ну ладно не будем этот вопрос обсуждать но действительно да мы маленько как бы к этому может быть не всегда обращаем внимание просто допустим для меня там да или я думаю там и для олега тоже также он скажет что тут мp3 как бы ну какой там битрейт там есть разница нет я не понимаю как вообще можно музыку слушать из-за такой вот коробочки которая меньше моей там половинки зажигалки такая всякие на ушки нет вообще не прослушивание музыки для меня это значение не имеет ровным счетом это ознакомительная какая-то такая штучка но поскольку нам надавали сразу за какой-то там я его изучили все это внимательно систему и действительно теперь будем делать вот в том формате который как бы наверное считается самым равным что нам для нас это как бы не имеет значение если это имеет значение для акционеров значит этому вопросу мы внимание будет но но некоторые просят наоборот нам не нужно качественно нужно полегче вот были такие вот люди которые ведь нам не надо нам вот вот хочется попроще уж не никаких соображений ну в данном случае да это будет 320 килобит и сколько там это все называется по максимального возможно виде все цифроверсии будут делаться и даже какие-то теги там нас учат прописывать я думаю этот вопрос тоже мы для себя изучим научимся да снова я вспомнил вот вспоминая концерты других групп да вот в частности здание концерта металлики симфоническим оркестром у них на dvd диске присутствовала три звуковые дорожки вот отдельно группа отдельный оркестр и соответственно вместе вот группы с оркестром вот вопрос просьба может ли точно что то же самое сделать потому что этого очень не хватает на концертных дисках наших вот отечественных групп там той же арии там или кипела то есть арии точнее вот то есть то есть там очень много жалоб именно на то что как бы очень плоский звук это что только одна единственная дорожка будет ли вот но как бы несколько звуковых дорог спасибо ну туда нет вопрос как где где на самом деле классно во первых как бы у нас если просто говорит о нескольких дорожках у нас даже на наших dvd там обязательно по моему у нас две дорожки это идет dts 5 1 объемный звук обычный как бы там по моему стерео 2 0 это просто два вида звука поэтому в данном случае у нас есть вариант плоского немножко звука есть вариант объемного вот то что сейчас вот как бы спросили на тему того что сделать как у металлики оркестр там как бы грубо отдельно музыка без оркестра музыка это вообще идея классно тут надо опять же задумаемся но надо поговорить с нашими техническими специалистами насколько все это возможно в принципе грамотно реализовать что металлики возможности безграничны и я думаю что как бы просто хочется сделать качественно если мы будем понимать что не хорошая идея правда если мы будем понимать что вот как бы мы можем это реализовать на достойном уровне мы попробуем это сделать если мы будем понимать что нам там мозгов не хватает или чего-то еще и нам ребята скажут лучше не связывать наверное мы откажемся потому что но это вообще совсем на 1 новая как бы неизведанная тема дофиг его знает очень интересно вообще нам все интересно вот сейчас вот мы собираем эту информацию вопрос да вот правильно толик ну вот давай вот да тут что касается металлики насколько мне известно человек который не помню имя довольно известный он экспериментировал как раз оркестрами и там аранжировка сделан таким образом что оркестр он звучит сам по себе уже изначально сделано все что группа сама по себе и все вместе состыковывается то есть это очень высокий уровень аранжировщика должен быть чтобы это все вот совместить и потом еще здесь я все плохо представляю как не точнее я теоретически я представляю себе как практически я даже не берусь группе за это ну если это получится опять это вот вопрос надо себе отдавать отчет можно сделать это можно и мы можем сделать можем но только это уже вопрос бюджетов совершенно иных то есть вопрос из интернета касается он как затрагивает концертный тур по россии по итогам да то есть будет ли потом концертный тур посвящен двадцатилетию в каком виде он будет и вот сейчас спрашивают про сибирь давно не были как он будет выстраиваться что зависит от вас что от вас не зависит что делать тем кто никак вас не дождется обязательно такое событие как 20 лет не ограничится концерт москве обязательно мы будем стараться как бы поехать в какое-то максимальное для нас количество городов с этой юбилейной программой причем сейчас мы себе представляем это как конечно же оркестр возить с собой по городам ну просто невозможно по всем причинам но хочется опять же чтобы чтобы эти концерты которые будут приурочены к юбилею происходить других как бы городах они все-таки сопровождались некими симфоническим подкладом мы пока еще не придумали как это сделать будет ли это какая-то там видео инсталляция с оркестром что-то еще но обязательно это будет какая-то уникальная штука как бы который будет ну хоть ну чуть-чуть но повторять вот эту огромную московскую постановку живым оркестром постараемся а вот в сибири давно не были так далее да мы бы с удовольствием побывали бы там и там и там но сейчас стоит как бы признать что ситуация стране скажем так с посещаемостью не только у нас вообще в принципе концертов не очень хорошие и как бы зачастую многие организаторы просто вынуждены отказываться от каких-то выездов каких-то концертов потому что просто сейчас там ну экономически это все тяжело мы надеемся что все это как немножко лучше станет потому что но пока сейчас вот все сложновато мы бы поехали много куда но сами иногда чего-то отказывается понимаем что ну сейчас это не рентабельно такая сейчас ситуация говорят кризис это называется да ну говорят он когда-нибудь пройдет ну будем вот надеяться вот как чем раньше он пройдет тем поэтому все зависит от этого ну мы бы да правда постараемся потому что ограничивать только москвой ни в коем случае не будем и надеюсь что наверное целый концертный сезон мы вот ну целый год грубо говоря календарный мы с этой программы будем катать ну по максимуму где мы сможем опять-таки за истер на того как у нас этот концерт про как он будет выглядеть если он получится действительно чем-то не рядовым по-настоящему ну наверное эта программа заинтересует может быть людей больше степени будут какой-то тоже резонанс это тоже важно то есть надо что-то давать такое что людям интересно они просто приехать выпить там немножко вот этого сыграть на гитаре уехать это неправильно можно то есть это наш вот первый опыт и вот он покажет насколько действительно это нужно нужно вот прежде всего вот вам людям насколько это интересно и если это вот пойдет это будет интересно будет вот запрос вот в вот в этом в таком родом музыки то тогда уже группа будет изначально уже мыслить вот оркестром и на на начальном уровне уже создавать альбом и как и когда будет не вы не то что вот есть песни как вопрос поднимался а под них уже делается оркестр уже будет такая программа уже изначально писаться что уже изначально писаться вместе с оркестром то есть это будет совершенно тогда уже иной уровень вот на предыдущем dvd был такой момент со звуком не знаю специально это нет что на мой взгляд и на взгляд тех людей с которыми разговаривал это ну проблема там был вылезанный звук при этом когда ну было общение с залом звук был обычный то есть было слышно и шумы там и зал и так далее и как бы этот контраст он такое неприятное ощущение оставлял вот хотелось какой-то комментарий по этому поводу было ли это сделано специально будет ли так делаться дальше или будет все в одном ключе этот вот наш вот прошлый дивиди ты правильно подметил что там как было и так далее это вообще конечно полный кошмар был и кошмар связан с чем как бы ну особо об этом не рассказывали то есть по нашему плану потому что мы задумывали тогда и как бы то что нам наверное гарантировали люди которые занимались непосредственно как запись у многоканальной звука так и собственно там другая команда занималась как бы видеосъемка этого концерта причем нам казалось что люди проверенные но там накосорезили просто все мало того что половина дорожек многоканальных записанных на пульте были просто потеряны скажем так нам приходилось их доставать из микрофонов из оверхедов барабанов ну то есть делать вообще неправильные абсолютно вещи из каких-то камерных микрофонов то есть мы просто вытаскивали по крупицам что-то и собирали пазл потому что но мы уже тогда заявили что мы делаем этот dvd мы не хотели отказываться то же самое касалось картинке то есть половина планов абсолютно не те световик сделал не то постановку которую как бы мы хотели чтобы это получилось но то есть там беда бедовая была и просто фактически этот dvd мы его вытащили он получился в общем-то как бы на самом деле неплохим даже динамичный в нем есть свой кайф но вот эти все вот моменты которые да и слышно но с этим уже просто ничего нельзя было сделать потому что действительно получилось так и поэтому сейчас мы вот уже тогда может быть мы поторопились ну кто знает что уж сейчас вспоминать какие-то все-таки надо опыт какой-то так сказать для себя делать поэтому сейчас начинаем работать там больше чем за полгода уже то есть мы уже с операторами прорабатываем там каждый нюанс уже сейчас занимаются там ребята подготовкой конструкции сцены и так далее уже сейчас у нас будет несколько прогонов этой программы с оркестром там съемки постановка света будет полностью прорисовано как бы все шоу вот с этими всеми как бы фонарием как они будут работать вот и все до мелочей постараемся учесть потому что вот там вот в милке но там прям нашла коса на камень причем по всем параметрам где-то что-то как-то было сделано не так вот результат обидно-обидно но зато вот так вот получил опыт да поэтому здесь ну конечно мы будем стараться таких вещей не допускать ну в них никак это просто не допустить вот здрасте еще раз но хотелось бы начать с того чтобы еще раз поблагодарить на самом деле всех вас за вот эту вот замечательную вещь которая на столе сейчас стоит а у нас сейчас стоит дома это действительно бесподобная совершенно вещь вот что касается вопроса немножко разбавить официальные вот эти все вопросы об акциях материальных в прошлых двух проектах вот в индиго и в антологии были также акции связаны например со встречами с группой с общением с группой вот эти вот все концерты и так далее будет ли что-то такое в рамках вот этого проекта мы как раз вчера вот вспоминали вот этот ужин с жильяком и решили как-то да ну возможно что ребятам будет не только жильяком поужинать интересно допустим а со всей группой ну мало ли да вдруг есть и такие эстеты вот и мы задумались на самом деле вот как раз к вам наверно будет уже вопрос будет ли это интересно если допустим в тот же крауфандинг проект да мы запустим акцию справь отметь день рождения группы вместе то есть допустим снимается какое-то кафешка да где мы все вместе ресторан хорошо и мы все вместе отмечаем на 20-летие группы катарсиса вот будет такое интересно банкет фуршет да совместно там шарики колпачки дураков и все что прилагается как бы но это уж у кого как пойдет кто в шапке так что вот если будет такой проект интересен то мы об этом как раз да вчера думали и говорили что все таки 20 лет это большая дата почему бы общем то так не сделать ну это как мысль была да акции подобные ну ужин жильяком это был тотальный эксклюзив это все успел тот и съел этот ужин больше он гайда будут акции мы сейчас не хотим о них сознательно говорить потому что надо кое-что еще продумать подготовить будут интересные штуки на формате какого-то ну такие вот именно что-то типа встреч что-то такое вот как-то причем не просто встреча приуроченных чему-то где-то в интересном месте все попозже появится мысли правда есть потому что на самом деле эти акции как мы поняли они зачастую людям некоторым людям даже интереснее чем какие-то физические носители потому что ну все вот эти встречи получать с кем-то реально живыми такими дружескими но кто был не даст соврать все как-то так вот почему нет поэтому точно будет но это будет позже пока мы еще кое-чего не не додумали по поводу дисков вопрос снова проекта 33 разных диска до сиди dvd блю-рей будут ли они как-то отличаться оформление то есть это полностью отдельное оформление или это просто другое тиснение там диск от с другой и ну если понятно что сиди ну наверняка будет от 9 отличаться то 9 от блю-рей будет ли как-то отличаться специально все не смотрел в описании акции как не оговоренно то седина именно единое оформление или разный дизайн там с небольшими отличиями какими-то ну да то что сиди как бы от видео носителей будет отличаться ну скажем так кардинально это точно даже просто формату если у сиди у аудио версии концерта будет вот и подобный вида вот обычный как обычный необычный двухдисковый такой дигибук то dvd и блю-рей они пойдут уже формате опять и так далее что касается отличий между ними вот этот вопрос мы будем сами для себя понимать уже наверное где-то ближе ну как-то к окончанию общем-то акции почему потому что здорово зависит все это от тиражности какой будет тираж то есть если будет прям вот сумасшедшая какая-то востребованность условно говоря блю-рея то тут уже мы конечно можем там ну вообще все как-то сильно кардинально помнить а если будет наоборот как-то вот там примерно одинаковый интерес примерно как-то ко всему и как-то не очень вот так вот вы конечно сделки это отличие но какие они будут пока не знаю сейчас скажем получишь то мы пообещали потом про нас напишут обещал кины сейчас мы не можем ничего сказать хочется хочется их разнести опять но все будет зависит от вот именно от этих моментов от тиража от востребованности и вообще как это все пойдет сейчас мы обсуждаем только вот самое начало еще вот прямо вот только воды отошли грубо говоря поэтому да 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 начинает начинается извините у меня уже отходит так что вот так то есть мы конечно будем стараться сделать чтобы они отличались и вот были как тут сейчас сложно сказать будет вот сказать сложно сейчас сложно процессе как бы проектом будем рассказывать так что посмотрим задает вопрос собственно о пополнении списка акций будут ли какие-то раритеты как предыдущих проектах что-то вот дальних полок когда пыльненькое что-то будет будет ли что-то и мужские новые другие акции вот что-то в частности на столе холсты лежат и прочее расскажите об этом до холсты я понял что там все началось то я на раритеты раритеты дает шуфы сетокарь что же вы так орете то есть раритет на самом деле вопрос хороший у нас особо как бы если подумать ничего уже такого прямо вот не осталось а высасывать из пальца не хочется мы по-честному вот в предыдущем по моему проекте мы там все вот эти кассеты какие-то я не знаю может быть что-то найдет бывает так что случайно что-то ты кажется честно это не то чтобы там заныкали где-то и потом раз положили нет если что-то найдется наверняка потому что коллекционеров хватает но у нас практически так вот ничего не особо архива группы есть все но это уже как бы конечно отдавать ну не хочется поэтому посмотрим может быть может быть нибудь новые акции будут ну вот тут опять же да вот вот с лёши мы с нашим обсуждая этот момент тут у нас получается так что два бокса они как бы такой резерв резерв но они сделаны вот из этих 140 штук то есть мы как бы два бокса заложили на то 2 или 3 по моему 2 чтобы они просто вот какой стратегический запас они никому из нас не принадлежат они вот лежат в неком архиве но вот ну да ну мало ли да у кого-то там он не доедет как-то что-то с ним случится вроде когда всех доехал два бокса стоят люди пишут готовы а где можно сейчас купить его мы не успели на планете но может быть мы и выставим эти два бокса висеть но лёш против нет это будет обман это будет обман вот мы пока не решили вот такой раритет тоже а что касается новых акций да мы будем давалять кстати вот была мысль вот это вот фиговина да это вот мы делали в прошлом проекте это на холсте делается группа репродукция обложки это настоящий холст и вот если ее как бы вставить в красивую как бы такую вот как называется там рамочку то получается конечно классная вещь и на этот проект на этот проект есть мысль что обложка там будет рисоваться честно говоря вообще ну задумка сумасшедшая рисоваться она будет я не знаю сколько по времени она будет разворачиваться в такую большую штуку если делать репродукцию обложки на холсте но это будет прям как картина, наверное, это будет круто. Вот такие акции могут появиться. Просто все должны понимать, что холст это действительно, но это не бумажка. Да. То есть, это как бы картина, по сути. И вот если сделать ей продукцию обложки, вы еще больше можете быть в формате, то будет круто, наверное. Ну, в общем, так что-то новое будет. Леш, наверное, так. Генерал сам первый раз подержал руку. Генерал Аминьевич. Олег, хочешь ответить? Олег, я не хочу. Вам ответить, улыбается. Добрый вечер. Вопрос такой. Ну, во-первых, хочется сегодня поздравить Андрея Нинадышина. Владимир Владимирович. Это очень хорошо. Да. А вопрос такой. Будут ли в этом году какие-нибудь опен-эры, в том числе Moscow Metal Meeting? И персональный вопрос Анатолию. Не обиделся ли он, что в игре Rock Stage A Path to Fame забыли его карточку? Не обиделся. Давайте с первого. Анатолия Нинадышина. Или можно ответить? Да, да, правильно подветил. Но Нинадышина, Андрей, кто не знает, это сначала про Андрея Нинадышина, а потом про опен-эйры. Андрей Нинадышин действительно наш звукорежиссер, второй штатный или первый штатный. У нас их два. У него сегодня день рождения. Это замечательный человек. Человек рок-н-ролл, поэтому, как бы, раз уж вопрос этот поднялся вот здесь, ну, конечно, мы его все поздравляем. И сюда еще в камеру, и по телефону, и потом еще в лобик поцелуем. Да, только вчера с ним расстались. Moscow Metal Meeting. В этом году на 99% его не будет. Вот. Если, как бы, какие-то причины хочется знать, ну, наверное, основной причиной, как бы, явилось то, что не получилось, наверное, поставить того хедлайнера, которого мы рассчитывали поставить. Не сошлись даты какие-то, что-то еще, ну, поэтому в этом году, наверное, не будет. В следующем, скорее всего, да. Что у нас там было? Даши, Толик и карточка? Толик, да, карточка. Не обиделся ли Толик? Нет, давай, Слава Николаевичу. Ну, не, я могу ответить просто, я не обиделся. Потому что нас, потому что, на самом деле, ну, я, как бы, сам не захотел участвовать, как бы, вот. А, ну, это вот. А какие причины человек родился? Если не вдаваться в совсем какие-то подробности, да, то, ну, подвела некая моя, например, суеверность, может быть так, если вот совсем просто ответить. То есть вот так. Не хочешь, чтобы тобой играли? Да. А вот тобой поиграют, Саша. Вот имей в виду. Ну, я так всегда играю. Ну, я вынужден расстроить Анатолия. Им все равно поиграют. И еще в большей степени, чем он себе это представлял. Потому что, помимо того, что вышла эта игра, как бы, Rock Station и все дела, с организаторами этой игры, у нас была договоренность, что вот в этом боксе появятся дополнительные специальные Джокер-карты с катарсисом только для этого издания. Ну, по каким-то причинам оно к боксу не успелось, но, однако же, оно напечаталось, уже едет в Москву, и ты там есть. Так что, вот как-то так. Может быть, эти, кстати, как бы карточки, действительно, эксклюзивные, появятся в формате вот этого проекта. Посмотрим, да. То есть они сделаны там, они сделаны по-другому, так интересно, необычно. Ну, вот, не успели. Так что, то ли, извини. Ну, и не обижайся. Один из последних вопросов, я полагаю, про акцию. Акция «Попади на ДВД». Что на DVD, на видео, наверное, правильно? Потому что это не только будет DVD. Да, акция так называется. Что вы ожидаете от акционеров? Что они должны, ну, что должны, да, что они могут сделать, и как вы это видите? Потому что, наверное, это была какая-то задумка. Я вот не очень представляю, честно, лично. Мороженого. Ну, если все помнят, да, у нас была композиция на альбоме «Индига». «Наш рок». И там вот акционеры как раз принимали, была такая акция на планете как раз, то, что купишь акцию, поет песню вместе с группой «Катарсис» на альбоме. Вот. Да, и хорошо, талантливо спели. Певцы здесь некоторые сидят, я вижу. Вот. И здесь мы подумали, а может нам сделать тоже такую акцию? Только с видео. Только с видео. И там... Леш, ничего, да, так это... Я с тобой? Тебе? А, вот, сюда же надо. Вот. И мы подумали, можно сделать такое, чтобы кто-то оставил свое... какое-то резюме в виде там обращения, не знаю, там... Что-то сказал про «Катарсис» там, как он там любит, как он не любит кататься. И все это мы, естественно, уже запишем, выложим. Но тот, опять-таки, тот, кто купит акцию. Даже если человек скажет, да, там... Такие-такие... Тимонин... Тимонин... Если это будет, это тоже все будет. Естественно, все это будет приветствоваться, все это будет там на DVD. Ну, конечно, все в меру должно быть. И поэтому акционер попадет сразу же «Попади на DVD». Вот такая будет. Ну да, то есть, по сути, как бы человек, который захочет что-то сделать такое, да, и, грубо говоря, оставить свой след в истории и потом как бы там с улыбкой что-то вспомнить, он может снять любой сюжет. Не мы снимем, он сам снимет. Как он ходит в лес за грибами, как он играет Ториной карточкой, я не знаю. Как он... Все что угодно. То есть, просто поздравления группы, не поздравления... Ну, что-то креативненько, фантазийно и так далее. То есть, и все это как бы присылает нам. И это все попадает в бонусную секцию, где как бы каждыми, там, грубо говоря, 30-секундными фрагментниками от каждого будет вот такая вот веселая штучка, как бы под титрами и дальше. Ну, по-моему, это здорово. Я вот так вот сделал, например, если «Металлика» заявил такую штуку, я бы туда бы отправил... Будка гласности. Будка гласности, да. И потом всем будет просто, наверное, приятно и весело все это посмотреть, порадоваться, как бы, от души, как бы, веселиться. Вот, собственно, и все. Такая задумка. Здравствуйте. У меня два маленьких вопроса. Во-первых, нигде не упоминается наличие хора, возможно ли наличие хора на концерте симфоническом. И второй вопрос, немного другой тематики. Помнится, после «Крыльев» у вас были огромные планы, и вот сейчас они, наконец, постепенно реализуются. Но остался один такой план, наверное, уже все забыли, помнится, был... Хотели выпустить «Крылья англоязычные» с иностранными музыкантами. И, собственно, хотелось узнать, возможно ли это в дальнейшем, или это уже окончательно в прошлом. Первый вопрос, значит, был у нас... Про хор. Про хор. А, да. Ну, про хор у нас... Действительно, я вот все у Игоря пытаюсь убедить в том, что помимо... Я так понимаю, где мой человек? Я так понимаю, что с оркестром хор, да? Который концерт. Да, вот я все пытаюсь, Игорь убедить, что... Убедить, что все-таки очень смотрится красиво и музыкально, когда хор еще поет вдобавок к бэкам, которые поет группа. Вот. Но здесь есть два момента. Во-первых, расстановка самого хора, нам не совсем понятно, где она должна быть. Мы не можем пока прийти... Картинку представить себе... То есть у нас уже сцена вся нарисована, но мы не можем вставить хор. Какой хор должен быть? Три человека. Двадцать три человека. Двадцать три человека, помимо тридцати оркестрового музыканта и шести музыкантов на сцене, будет уже смотреться практически как в зале люди. Собрались люди в зале и собрались люди на сцене. То есть слишком много народу на сцене тоже, это очень много. Вот. Мысль такая есть. И прям я убеждаю, что нужен. Но все зависит от... Ну да, чем больше народу, тем больше проблем на сцене. И так у нас сейчас очень... Глава болит об оркестре, как все это рассадить, где у кого поставить, чтобы там этих было видно. Там же вот, например, Тащий генерал, вам-то более понятно, вот этот человек, который бьет вот этот... Ну, в Литавру. Литавру, да, он? Вот этот человек, который бьет в Литавру, он выходит один раз на сцену, но он самый главный, потому что он вышел... Вот это у него. Руки трясутся, сам трясется. Звук идет обалденный от него. Вот. И вот такого человека нужно поставить, чтобы его было видно. А его обычно не видно, но он самый главный. Вот. И хор, опять-таки, вот будет хор, а его не будет видно. И потом одним видно, другим не видно. Все скажут, а где хор? Хор заявлен, а хора нет. А там другой скажет, а вот, хор поставили там этих... Я дополню, да. Вот что, мы просто обратимся к математике хор, да. Насколько я вот помню, он начинается с 18 человек. Это маленький там состав. То есть там получается. 18 человек. Потом оркестр у нас там минимум 30, да, Джек? 30 человек. Ну, получается 30 плюс 18, 48. Ну, где 48, это 50. То есть музыкантов сколько еще? Ну, вот представляете себе, то есть под 60 человек уже на сцене есть. Ну, элементарно, их разместить надо. А там еще аппаратура, комбики, в общем-то, там тураж весь. И мы хотим в картинку это все вместить всех. И плюс подзвучить. Соответственно, на всех этих людей там нужны микрофончики, все-все-все. То есть уже, соответственно, и пультов-то нет, каналов столько нет, куда это все воткнуть. Не так, это все просто. Притом, чтобы хор был виден, это специально делают подставки уже, там, второй, получается, там, несколько ярусов. А нам, получается, оркестр куда-то посадить, потом хор посадить, и чтобы музыкантов было видно. Нет, теоретически это можно, но это, наверное, все-таки уже надо, это уже в дальнейшем, я думаю, это уже, ну, Крокус Сити все-таки. Уже там сцены такие. Да, Джер? Так что хор у нас-то в плане. Мы думаем. Ну, с крыльями уже все, тут так идем динамик, значит, оно подойдет. Возможно, три барышни будет у нас. Ну, бэк-бэк-бэк какой-то будет, но хор тут, да, вот все правильно ребята рассказали. Да, пока это, наверное, ну, вот и насчет, как бы вопрос, да, что вот действительно какие-то вещи мы давно проговаривали, там, может быть, обещали, да, и до сих пор не реализовали, что-то реализовали, как тот же вот этот многострадальный кавер-альбом и так далее, крылья англоязычные. Тут, как бы, у нас есть такая, наверное, особенность группы, как вот у маленьких детей, вот мама, мама, я буду космонавтом, все, но это не значит, что ты точно будешь космонавтом-то, но желание, но может не получиться. И мы тоже его зачастую, а у нас будет вот это, мы это хотим. А потом начинаешь как бы приходить к реализации, к процессу, понимаешь, блин, а тут не учли, тут не подумали, а уже брякнули. Поэтому какие-то вещи, к сожалению, как бы, может быть, мы говорили когда-то, но по тем или иным причинам их не довели как бы до ума. Не всегда это от нас зависит. Мы там, допустим, хотели сделать, до десятилетия вообще DVD хотели снять. Вот прям была мысль, мы планировали сделать концерт в клубе, сцена, был новый клуб совершенно, его там строили, 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 но по каким-то причинам не достроили. Вот, и нам пришлось экстренно всю эту нашу там сумасшедшую постановку, которая там смотрелось бы изумительно, перенести в клуб «Точка». Когда мы туда все это впихнули, как раз вот хор мы туда впихнули, назовем это так, все вот этого товарища с летаврами, но это в «Точке», конечно, смотрелось безобразно. Вот, все это сняли на камеры, мультикамно сняли, записали, посмотрели и ужаснулись, поняли, что это совсем не тот материал, который мы задумывали, потому что он делался под формат другого клуба. В итоге DVD не вышел, но до сих пор многие спрашивают, вспоминают, а где он, а как он может получиться, если получилось так. То же самое «Англоязычные крылья». Задумка была мы тогда, когда вот с Феликсом записывали, с Крематой, с Матерсом песни, то есть была мысль, что да, действительно, может быть еще одну песню сделать, а может быть еще с кем-то. Потом пошли разговоры даже с крупными леблами европейскими, был какой-то интерес сначала, проявленный к этому проекту. Но потом как-то он растворился, потом какой-то музыкант не смог, потом у нас какие-то начались свои загрузки уже по другим моментам, ну и вот он благополучно просто этот проект не реализовался. Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что когда-либо все-таки он будет реализован, «Англоязычные крылья», но с другой стороны, никогда не говори никогда, как показывает практика. Очень может быть, что если будет действительно, будет необходимость, нужность этого проекта, вот сделать не просто так, чтобы мы обещали сделать, а чтобы как бы из него что-то получилось. Дальнейшее, может быть, европейская сцена, ну кто знает, тогда, конечно, это будет. На данный момент в нем необходимости, актуальности для нас, наверное, нет. Проект как бы с оркестром, сейчас это наша головная боль. Вот, наверное, такой будет ответ. То есть, ну иногда мы сами дообещаем и потом вот что-то не выполняем. У нас это бывает, вы уж простите, но мы такие. Мы просто очень хотим, но не всегда можем. Не, ну мы же реализовали, да, сделали русалку нашу любимую, поем теперь ее на всех языках практически мировых. Так что своего рода обещание как бы не то, чтобы не выполнили, но и частичку все-таки выполнили. Потому что что мы хотели, конкретно, открыли, мы, конечно, не добились, но сам проект как бы реализовали в Дитя Штормов. Еще был один вопрос из зала. Нет? Все? Да. Последний вопрос. Последний коротенький вопрос еще. Скажите, пожалуйста, планируется ли переиздание альбома «Имага» на виниле? Просто тоже вот хотелось бы в коллекцию, потому что тоже все вот эти коробочки, боксы очень люблю. Вот. И очень хотелось бы один из лучших тоже ваших альбомов, считаю. Ну, не самый лучший, но один из лучших тоже как бы на виниле. Вот. Спасибо. Вот классный вопрос, на самом деле. Мы сегодня думали сказать, не сказать. Буквально вот несколько недель назад мы практически уже пришли, да не практически, а пришли к соглашению с одним достаточно крупным, хорошим российским лейблом об издании как вот этого нашего симфонического альбома в рамках вот этого проекта, да, на планете, так и они нам предложили издать «Имага». Мы подумали, обсудили какие-то детали, нюансы, ну, в общем, грубо говоря, мы хлопнули по рукам и уже, наверное, летом, опять же не хочется обещать, но, наверное, летом это как бы все случится, состоится, и опять-таки для вот этого проекта, который мы сейчас завели с симфоническим как бы оркестром, когда все будет нам понятно, появится этот винил там тоже в качестве одной из акций, мы постараемся его для проекта дополнительно снабдить, добавить, а так, да, обязательно. «Имага» обязан быть на виниле, особенно после крыльев, это стало понятно, естественно, под него уже сейчас потихонечку делается специальный ремастеринг, опять-таки, потому что винил там требует нюансов обработки звука, так что это вот, ну, это уже 99% что это будет и уже до самое ближайшее время. Так что вот так. Хочу добавить про «Имагу», что мы когда «Индиго» сейчас писали, мы же «Имагу» писали у Виноградова, да, у Женьки? Вот, и вот он рассказывал историю, что люди приходят и говорят, слушай, женяй, вот альбом, вот «Имага», ты же сделал ребятам, хочу такой же звук, вот прям все, что было один-один в один, как у «Катарсиса». То есть да, «Имага» действительно очень хороший, и сам зреет на то, что будет, наверное, винил все-таки. Да, будет, будет. Друзья, спасибо большое за уделенное время, за вопросы, за ответы. Да, если вы на что-то не успели ответить, мы эти вопросы все соберем, в текстовом виде все это ответим, и на наших ресурсах обязательно опубликуем. Поэтому следите за новостями. Спасибо. Спасибо.